Друзья, всем привет! Сегодня мы будем перебирать вот такую тачилу. Это Офна Старушка. Эту модель вы уже, в принципе, наверное, не найдете в продаже. Только если бушку с какого-нибудь форума или группы. Еще, возможно, на ebay есть остатки новых моделей. Но цены заоблачные, запчасти на них тоже стоят дорого. Тюнинга на модель мало. Но, несмотря на все это, тачка стоящая, тачка наваливающая. В принципе, она собрана на уровне и довольно интересная для своего масштаба. Единственный главный минус этой модели сейчас, это ее цена, конечно же. И наличие тюнинга, которого фактически на нее нет. Итак, перед нами Офна Hyper 10TT. Это траги, которые больше похожи на баги сейчас, но это траги 10-го масштаба. У которой есть три дифференциала полноценных. Передний, центральный и задний. На которые можно поставить мотор вообще от 8-го масштаба. Вся подвеска здесь, в принципе, такая же, как и на траге 8-го масштаба, только она уменьшенная. То есть, у нас есть и стабилизаторы, у нас есть спереди шаровые, которые мы с вами все регулируем. Сзади у нас есть также верхние рычаги, которыми тоже мы с вами все регулируем. Вот, и стабилизатор тоже сзади есть. Модель сейчас, конечно, не в самом лучшем состоянии, потому что она наколхожена уже из большинства моделей, можно так сказать. Что-то здесь у нас от Traxxas, что-то здесь от вообще неизвестных мне моделей. Амортизаторы неродные стоят от, такое ощущение, что это от HSP, от дешевой китайской. Передние, пластиковые, тоже непонятно от чего, но это явно неродные амортизаторы. Стойки под кузов тоже неродные, от чего-то здесь они просто наколхожены. И у этой модели еще была болезнь стойки, то есть стойки постоянно ломались, поэтому, возможно, здесь и стоят вот эти вот стоечки неродные. Спурчик здесь изношен на модели, но, возможно, это потому, что зазор был выставлен неправильно, то есть он немножко стерт. Так, открутили дифференциал, один винтик был сорванный, поэтому пришлось высверливать его отсюда. Вот в мотораме у нас он остался. Не знаю потом, как отсюда выкрутить вообще, возможно, так и оставлю. Не буду выкручивать его, а может и выкручу. В общем, посмотрим. Сама моторама здесь хорошая, как я уже говорил, можно даже сюда мотор от 8-го масштаба ставить. Качество алюминия тоже здесь на уровне, на высоте. Сам диффер напоминает очень дифферы от 8-го масштаба, только он поуже, скажем так. То есть от 8-го масштаба дифференциальные такие широкие, сам корпус у них шире здесь. Корпус узенький, ну и сателитики, наверное, внутри тоже будут маленькие. Диффер очень туго крутится, центральный, почти что заблоченный он. Я не знаю, какого и войскости туда вообще масло налито и что там внутри сейчас. Также заметил я на деке вот такую еще дополнительную распорочку. Она не будет давать шаськи складываться пополам. То есть она усиливает нашу деку, помимо того, что есть передняя и задняя распорка на модели, у нас еще есть вот такая нижняя накладка. Ни в одной модели я не видел такой накладки. Ну точнее видел, но она была маленькая и она особо ничего не усиливала. А здесь она прямо от задней до передней распорки, она идет длинная, толстая и она здесь очень хорошо усиливает. Давайте вскроем центральный дифференциал и посмотрим, что там у нас внутри, почему он так туго крутится. Внутри какая-то жижа непонятная, липкая. Такое ощущение, что вообще жвачку туда запихали. Четыре сателлитика стоит, точнее шесть. Два больших и четыре маленьких. Как они сюда уместились, так компактно, друзья. Я думаю, что будут меньше сателлитны. Оказались они, ну они конечно меньше, чем в восьмых масштабах, но все равно они крупнее, чем у Traxxas. И здесь их четыре штуки, а не два. Я имею ввиду сейчас маленькие сателлитики. Проточки на чашке нету. Чашечка, посмотрите, какая она маленькая, милипизерная чашечка. Но диаметр чашки здесь шесть миллиметров, а это радует. В некоторых восьмых масштабах это диаметр четыре миллиметра, а здесь в десятке шесть миллиметров. В принципе чашки должны ходить хорошо. Внутри у нас там есть резиновая прокладочка. Одна, она очень тоненькая, я сейчас ее стараюсь вытащить. Минусом отмечу, что корпус дифференциала полностью пластиковый, то есть нет вот здесь вот этой металлической втулочки. Из-за этого чашка частенько разбивает посадочное вот это место, и диф начинает отсюда просто вытекать. Масло все сопливит. Приходится либо корпус менять, либо чаще перезаливать сам дифференциал. От чего сюда корпуса подойдут, я даже не могу представить, потому что корпус тоненький, очень тоненький. Подшипники здесь, в принципе стандартные, такие же, во многих моделях есть, это 10х15 они, 10х15х4, если не быть точным, стоят на дифференциалах. В принципе хорошие подшипники должны ходить подолгу, но следить все равно не забывайте за ними. Большой стилитик у нас здесь облегченный, и если вы поставите какую-нибудь мощную БКшку от восьмого масштаба сюда, то у вас будут разбиваться вот эти посадочные места под пин, то есть вот здесь вот пинчик у нас вставляется, и места под него будут разбиваться посадочные, но это от мощной БКшки. Сами сателлиты здесь хорошего качества, выполнены они из хорошего металла, и поломать их это нужно очень хорошо постараться. Крестики толстые, вот, крестики у нас разъединяются, крестики стандартные, такие же, как и в восьмом масштабе. Сателлитики тоже посмотрите, они в принципе такие же по диаметру, единственное, что они узенькие, то есть они тоньше, чем у восьмерок. Итак, пока дифференциал наш отмыкает, замочил я его в бензине, давайте посмотрим на заднюю часть нашей модели, проверим, как у него там все вращается, вращается все свободно, и, кстати, в OFF не нужно выставлять зазор, то есть там просто дифференциал вставляете в редуктор, и зазор ваш автоматически будет выставлен. Это можно плюсом отметить. Задние рычаги на вид выглядят хлипенько, ну, тоненькие они такие, но ходить они будут дольше, чем передние, потому что, как бы, весь удовольствие в основном идет на переднюю часть модели, при всяких падениях, крашах. Вот. Именно на этой модели у нас заколхожено. Справа у нас, получается, стоит кулак от второй версии, и он здесь полый, то есть у нас не выходит наш этот пин. Это дает нам прочность, и он меньше ломается. А справа здесь у нас стоит от первой версии, вот здесь вот по серединке у нас выходит пин, и вот эти вот ушки, они тоненькие и очень часто ломаются. То есть в идеале сюда нужно ставить кулаки от второй версии. Хексы 12-ые, привода стоят ЦВДшные, что сзади, что спереди, только лишь вот центральные привода здесь выполнены карданчиками. И еще беда есть у Офны, это то, что у нее пины, такое ощущение, что сделаны из пластилина. То есть их сминает, изнашиваются они быстро. В идеале сюда нужно из сверл, либо из хорошей какой-нибудь стали ставить эти пины. Держатели рычагов на всей модели алюминиевые, что задние, что передние. И плюсом можно отметить, что у них есть такие пластиковые вставочки. Вот, то есть у вас будет изнашиваться эта вставочка, а не будет изнашиваться вот эта алюмишка. Бабочки металлические. Распорочка, как я уже говорил, сзади стоит металлическая. Это, кстати, ее родная оригинальная распорочка, она стоит бешеных денег. Спереди стоит пластиковая. С задней частью модели здесь особо нечего показать, друзья, потому что задние и передние редукторы они будут одинаковые. Поэтому я покажу вам переднюю часть модели, так как спереди у нас есть рулевая, по которой тоже есть кое-какие нарекания. В общем, давайте, друзья, разберем этот колхоз дальше, потому что язык не поворачивается, назвать эту модель хорошо собранной. Так, снимаем передний редуктор, открутили мы его. Снизу у нас здесь вот видим какое-то масло или смазка, что это. Видимо, это вытекло из редуктора, может быть, даже из дифференциала это все вытекло. Ну и вообще все здесь в масле. Видимо, диффер уже подтекает передний. Так, верхние рычаги у нас здесь сделаны так же, как и в осошке. Да, то есть они вставляются вот в эту верхнюю распорку от надрулевой, которая, точнее, идет у нас. Ось сюда вставляются и далее вставляются в бабочку. Опять-таки, через пластиковые уплотнители им вставляются. Это очень хорошо, потому что алюминий не будет разбиваться. Вот эти посадочные места, они будут жить дольше. Значит, шарики здесь хорошие. Есть ограничители на них, чтобы вы не разбивали свой рычаг, когда вы вкручиваете их до самого конца. А то здесь такая вот шайбочка стоит, ограничитель. Шарики не изнашиваются, как у траксиса, то есть сами шары ходят долго. Соответственно, изнашиваются только лишь кулаки, но это уже расходник. То есть кулаки периодически нужно будет менять. Амортизаторы не родные спереди, как я уже говорил. И они вот здесь вот вообще поломанные, то есть просто посажены. Абы стояли, абы они здесь просто работали. Вращается вроде все там свободно. Не закусывает, не заедает. Так, давайте рулевую посмотрим. Значит, рулевая. Какие претензии к рулевой? Рулевая здесь плата Акермана на скобе. Это вообще какой-то бред, по-моему. То есть вот скобка. Снизу она вот фиксируется такими же, как назвать это, гаечками. Или фиксаторами, бочонками, бочонки с гайками, как и на наших стабилизаторах. Вот на стабилизаторах стоят такие бочонки. И на рулевой здесь поставили такие же бочонки, скобочку. Ну, как-то не айс это. И стоят втулочки. Ну, сюда можно поставить вместо втулочек подшипнички. 5х8 сюда подшипнички можно поставить. В принципе, рулевая сама неплохая, да. Но вот единственное, что вот эта плата Акермана здесь какая-то колхозная. Вот с этой скобочкой. И в идеале нужно ее как-то здесь заменить. Что-нибудь придумать сюда другое. Рычаги передние выглядят очень хлипко. Тоненькие. Но радует то, что в посадочном своем месте здесь они полые. То есть нет выходов. Где вот у нас будет пин выходил. То есть они полые. Это дает нам прочность в этом месте. Но сами по себе они хлипенькие, честно. На вид. Плюс эти еще такие изогнутые. Итак, вскрываем редуктор. Болячка Офна. Это вот эта верхняя пластиночка. То есть здесь вообще должен быть пластик. Но здесь он сломан. И это беда, что с передним, что с задним редуктором здесь бывает. Нужно либо герметить вот это отверстие. Либо просто в вашем редукторе всегда будет у вас песок, грязь. В общем, где вы будете катать, вы все это будете собирать в ваш редуктор. Все это будет туда залетать. Дифер здесь такой же, как и центральный. Тоже тоненький. Главная пара. Не изношена. Главная пара здесь сделана из хорошего металла, который будет служить верой и правдой долгое время. Если, конечно, за ним следить и выставлять зазор. Но зазор здесь выставлять не нужно, потому что здесь все собирается. И дифер здесь никуда не гуляет. Ни вправо, ни влево. То есть просто вставили его, и ваш зазор уже сам автоматически выставлен будет. И вот эта маленькая шестереночка тоже просто ее прижали к чашечке, чтобы она свободно вращалась. И тоже зазор на нее уже будет выставлен нужный. То есть единственное, что в редукторах нужно вот это отверстие заделывать. Так, давайте посмотрим на наши кулаки. Подшипники в них, в принципе, для такого масштаба нормальные. Внутренний подшипник здесь стоит 10х15х4. Внешний подшипник здесь стоит 6х13х5. Для такого масштаба нормальные подшипники. Стабилизатор как стабилизатор. Про него сказать нечего. Что про него говорить, как обычный стабилизатор. Так, друзья, заднюю часть модели я разбирать не буду. Потому что там все будет то же самое. Все, что я хотел, в принципе, по ней вам показать и рассказать, я рассказал. В общих чертах модель хорошая, модель доставляет удовольствие. За ней, конечно, нужно следить и перебороть этот момент в себе, что с запчастями будут проблемы. Если вы возьмете эту модель, то с запчастями у вас реально будут проблемы. Придется вам искать их либо на ebay, либо по каким-то источникам. Возможно, бушные, по форумам, по всяким. И готовьте сразу денежки, потому что запчасти на нее стоят дорого. Шаська эта вваливает хорошо. Даже на двухбаночном аккумуляторе с хорошей БКшкой она может ехать под сотку спокойно. И может гонять модели 10-го масштаба. Хотя сама она выглядит маленькой. Да, это 10-ка, но по факту она выглядит как, наверное, 12-й масштаб. То есть малюсенькая. Шорт-корс оффные, конечно же, будут выглядеть больше за счет того, что будут стоять бампера. И шорт-корс будет еще более крепкий, потому что бампера, они будут поглощать удары. Удары не будут приходиться на рычаги. В версии траги модель, конечно, менее прочная. То есть самая прочная это шорт-корс, понятное дело. За этой тачкой нужно следить. И если вы за ней будете следить, если вы ее будете любить и вовремя обслуживать, то она будет приносить вам удовольствие. Здесь еще нужно сделать стойку под серву, потому что видим, как колхозно здесь прикручена серва. Даже не прикручена, а просто на стяжку одета. Но это колхоз. Сделать эту стойку, в принципе, это дело 5 минут. Взять кусок пластика, поставить его и засверлить в нем отверстие под винтики. На этом у меня сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. Пока.